Не так посмотрел, укладывает человек и говорит, ползи. Он ползет, и в это время его дубинки бьют по голове, по шее, он окровавленный, ползает. Фактически ты теряешь способность двигаться. У меня был достаточно летний период в зоне, когда я не был в состоянии даже ходить. Просто даже с кровати встать было невозможно, я двигался ползком. У меня было в жизни два, в этот период жизни ключевых решений. Первое – сесть в тюрьму, второе – выйти. И оба раз нужно было принять решение. Я могу сказать, что когда я принимал решение, что я добровольно сажусь в тюрьму, она мне давалась сложно, но это, скажем, я это решение принял относительно безболезненно. Но решение выйти из тюрьмы путем переговоров, для меня это было более сложное. Я испытывал, я скажу так, страдания, огромные страдания. Я понимал, что если я это не сделаю, я все равно здесь погибну. И моя жизнь, я считал, будет, ну вот, в этой условии будет бессмысленна. И моя смерть будет бессмысленна. А для меня это я понимал, что будет обвинение, что я предал политическую позицию. Что, собственно, дальше и было, да. Но я считаю, что я принял правильное решение, и время показало, подтвердило это. Я считаю, что я вырос в этой стране. Я гражданин Казахстана. Я считаю, что существующий режим несправедливый. Он мучает людей, он не дает будущего нации, он не дает будущее стране. Я для себя понял, что я должен выйти и изменить этот режим. И ты, когда это решение принимаешь, и ты понимаешь, какие шаги ты должен преодолеть ради этой цели, ты готов на любые страдания, какого это не было, морального или физического воздействия, любое. И поэтому я уже был полон решимости выйти из зоны для того, чтобы бороться с режимом. И все, что я не делал далее, я делал бизнес, я зарабатывал деньги, я поддерживал скрытные тайны оппозиции, теперь я это могу сказать. Но я делал только для того, что и буду делать, для того, чтобы изменить режим, и чтобы страна изменилась, и у страны было будущее. Я буду за это бороться всегда. Я буду за это бороться всегда. Я буду за это бороться всегда.